Что мы делаем? Мы сейчас, я как кандидат, в первую очередь езжу по регионам и провожу встречи с избирателями. Это очень важно, мы видим, в том числе через социологические замеры, что уровень поддержки в этих городах растет. Ну, в общем, не бином Ньютона. Зачем по всему миру кандидаты всегда ездят по стране и проводят встречи с избирателями? Потому что это и есть избирательная кампания, так ты приобретаешь голоса. Сколько бы тебя не показывали по телевизору, ну, если ты не действующий президент и вообще не можешь полностью телевизор на себя направить, то ты не получишь никаких голосов, если не ведешь этой работы. Мы ее ведем, покажите, пожалуйста, картиночку про нынешние города. Я хотел просто отдельно сказать про Ижевск. Все три эти города очень интересные. В Волгограде, например, все время провокации. Я думаю, в этот раз там местная власть, какие-то совершенно конченые жулики, на которых работают другие жулики и вечно они организуют какие-то совершенно беспредельные штуки. Я думаю, и в этот раз без этого не обойдется. Но очень интересная ситуация, конечно, с Ижевском. Может быть, вы читали мой пост сегодня, потому что, как вы знаете, нам не дают разрешения для митингов, не дают места для проведения встречи. Мы бросили кличи в этой передаче и об этом говорил, что, ребята, давайте нам частные площадки, ангары, склады, что угодно. Так было в Тамбове, так было в Иркутске. И потрясающий человек в Ижевске сделал то, что нам даже в голову не могло прийти. Он просто взял, договорился со своим ТСЖ, провел голосование, и мы на придомовой территории проводим митинг. Вот вы живете в какой-то квартире и даже не задумываетесь об этом, что вам-то вообще принадлежит придомовая территория, довольно большой кусок земли. Ну и как-то, ничего себе, каким образом вы можно использовать, что вообще с ним можно делать, никто из нас никогда не знает. Вот сейчас, и даже в голову не приходило, вот сейчас у вас на экране как раз кусочек протокола заседания всех собственников жилья в этом доме. И вы видите, что со стопроцентным результатом они проголосовали за то, чтобы дать нам землю для выступления. Мы заплатим им 8 тысяч рублей по официальному договору, и ничего власти сделать не могут. Это потрясающая вещь. Потому что оказывается, ну режим-то, конечно, он крутой, Путин великий, и полиция страшная, все такое, но можно же сделать хопс, вот так вот. Просто реализовать то право, о котором мы даже никогда и не думали. Наше право использовать нашу собственную придомовую территорию перед домом. Очень интересно, как все пройдет по району в Ижевске. Приходите, пожалуйста, на митинг, и если у вас вдруг есть такой дружественно настроенный к вам дом, и если вы готовы провести такую большую работу с жителями, давайте это повторять. Давайте использовать свои права, это очень классно и здорово. Ну и вообще, со всякими, ну в буквальном смысле, героическими проявлениями встречаешься, когда проводишь эти встречи в регионах. Это всегда очень и очень воодушевляюще, ну вот то, что было в Тамбове, когда тоже мы проводили встречу на частной территории. Сейчас нам пересажали всех, координатор нашего штаба вышел, она получила 7 суток, ребята получили по 20 суток, 25 суток, 300 тысяч рублей штрафа. И не сдаются люди, продолжают биться, и это очень круто. Я говорил здесь, что я скажу пару слов о Кемерово, потому что вот как раз та была встреча, которая произвела огромное впечатление, одна из лучших наших встреч. И я, честно говоря, скажу и извиняюсь поэтому перед жителями Кемерово, я не ожидал, что столько народа придет, я недооценил вас, ребята. Потому что что такое Кемерово, Кемеровская область? Это Путин, всегда получающийся 80%, с явкой в 90%. Это Тулеев, который всегда получает 93%, с явкой в 90%. То есть это полностью всегда сфабрикованные выборы. Это полностью уничтоженная позиция, зачищенное политическое поле, никто не может даже заикнуться ни о чем. Может быть, видели, я в Твиттер ввешал такую смешную картинку из аэропорта города Кемерово, который очень, ну вообще показательный. Аэропорт имени Алексея Леонова, прославленного космонавта, который в свое время вышел в космос первым, в открытый космос. И там написано, значит, аэропорт имени Алексея Леонова, названный в честь Алексея Леонова, человека, который первый вышел в космос, запятая, по инициативе губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Понятно, что идея была такая, что аэропорт назван в честь Леонова по инициативе Амана Тулеева. Но читается это так, и сделано это специально, чтобы вот вышел в открытый космос по инициативе Амана Тулеева. Там на каждой лавке написано, что она поставлена по инициативе Амана Тулеева. То есть там полная зачистка. Мне сказали, из гостиницы нужно выйти за 30 минут, чтобы добраться на место митинга. Я думаю, е-мое, 30 минут, ну все, значит, никого не будет. 30 минут от центра города, такого небольшого, как Кемерово, это означает, что мы в лесу. И на самом деле ехали через лес, потом ехали через частный сектор, какие-то деревни. И приехали в какой-то такой удаленный район. И там был митинг, самый большой митинг в городе Кемерово, который прошел за 20 лет. Наверное, только шахтерские митинги 90-х, 80-х годов были больше. И там действительно требуется смелость, чтобы прийти. Потому что в Кемерово запугивали людей, там увольняли людей, там грозили отчислением из институтов. Отчислили одного человека, молодого человека нашего координатора, нашей координатору Ксении Пахомовой. Правда, потом восстановили маму ее, уволили. И еще, насколько я знаю, ее остановили. То есть там пойти на митинг, это акт гражданского мужества. Так еще и тебе нужно ехать 30 минут. Так еще и маршрутки туда запретили в этот день. Отменили рельсы маршруток. И еще и таксистам, это мы достоверно выяснили, запретили возить туда людей. То есть ты должен еще и добраться туда. И пришло такое огромное количество людей. Это говорит о том, что нужна новая оппозиция в России. И нужны новые подходы. Вот это вся такая оппозиция, которая сидела в Москве и думала, ну есть такие регионы, типа Кемерово. Тайсоваться не нужно. Ничего там делать не нужно, потому что там полностью зачищено. Вот этот подход должен умереть. Мы должны работать в любых регионах. Мало того, в таких регионах, типа Кемерово, я уверен, что на самом деле на Северном Кавказе, например, в Дагестане и даже в Чечне, есть огромная поддержка. Ну нам и пишут оттуда много, там действительно много поддержки. Просто всегда все боялись там работать. А мы не боимся, потому что ведем настоящую избирательную кампанию. Это очень круто. Я вам могу сказать, что это источник постоянно моего вдохновения, воодушевления. Мне люди часто говорят, ну а как вот тебе не устал? Что тебя поддерживает? Ну это и поддерживает. Ты приезжаешь в Кемерово и видишь людей, которые стоят на морозе, было очень холодно. Пешком пришли или приехали с большим трудом для того, чтобы тебя поддержать, задать вопрос абсолютно разный. Молодые, старые, совершенно разных социальных слоев. Вот они все поддерживают, и это очень круто. Мы понимаем, проводя эти встречи, что мы можем выиграть эти выборы, и мы их точно совершенно выиграем в системе, когда будут выборы свободные. Но даже на несвободных выборах мы дадим хорошенький бой этой власти. Поэтому, ребята, в пятницу вечером в Волгоград в 17 часов, в Ижевске у нас в субботу. В Ижевске сегодня ужасная трагедия произошла. Четыре человека уже погибло сейчас. Это кошмар. Там-то пройдет встреча в Ижевске в субботу в 14 часов, и в Смоленске в воскресенье в 16 часов. Приходите обязательно. Смотрим, что вы меня там спросили. Ижевске. Ижевске.